ребятки всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы начинаем новую стройку в одном из моднявых сабдивиженов джексон вилла что ребятки прибыли мы очень модный район посмотрите все под натуральной черепицей все здания здесь живут достаточно небедные люди и мы будем устанавливать в этом доме бассейн для доктора для доктора так живут доктора я боссу сказал говорю что в наших странах доктора не самые богатые люди имеют государственные доктора говорит все это из-за того что нету страховой медицины страховая медицина поднимает стоимость врачей да ребятки проект нас ждет нехилый будет большой бассейн еще с такой добавленной штучкой в 30 сантиметров глубиной для детей это понял завтра будет приезжать какой-то нереальный кран что друзья замес такой начали рыть но когда мы сюда ехали босс сказал что бабкет нам здесь не понадобится мы приехали без бабкета а он здесь реально нужен потому что нужно завозить щебень вот и сейчас мой напарник продолжит рыть я поеду за бабки там потому что уже привезли щебень вот я сразу шуранул траншейку такую для оборудования туда и пойдем 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 вот это самая мелкая точка и пойдем на глубину вот рыть землю отсыпаем значит сюда на нанята контора которая будет полностью делать дизайн пара там всякие стены подпорные строить наше дело просто вкинуть бассейн и опаять его и все так что все я погнал за бабки там смотрите здесь такие административные здания в центре так этого клубного городка справа вот есть объявление что дома здесь начинаются от 400 тысяч долларов и смотрите здесь в центре есть свой бассейн мы с мини таким аквапарком небольшим но что самое прикольное во всем этом sub division и во всем этом поселке посмотрите все крыши абсолютно все накрыты настоящей черепицей я не знаю из чего построены эти дома но для того чтобы держать вес такой крыши мне кажется обычного фреймового каркаса будет маловато абсолютно все дома все дома покрыты черепицей такое как бы правило что ли постели для такую дорогу чтоб не убивать траву но кстати каждый листик такой 30 баксов стоит вот представьте 24 листа на 30 долларов вот тебе и пожалуйста дорожку закрыть но это не с нашей конторы плавил фанера это привезла контору которую вот этаж наняли видать более так на модно вот наш щебень уже приехал все погнали берем баба и продолжаем и и ну что друзья вот так вот идет процесс роем земли будет очень много сейчас будем как-то там отваливать в сторону сейчас буду делать сюда рэмпик заезжать и разравнивать поэтому сейчас быстренько все делаем две единички потому что времени нету а процесс потихоньку идет конечно очень неудобно мало место но я думаю что справимся я и скам твистов и вывел длином соот вода с kinder people but we will further will water the water and the whole look all around could you fill it up with water is your bag yeah right and then you can just swimming right there and then Ну что, ребятки, наступил день установки Я машину специально поставил за углом Чтоб никто не зацепил ее Потому что будет кран Вернее, вон уже кран стоит В этот раз будет большой кран Потому что бассейн большой И двухэтажный дом Расстояние как бы далековатое Поэтому обычный кран не может это сделать Сегодня будет такой большой Шоу начинается Знаете, в чем самый большой прикол Который я увидел Он этот кран выставлял По обычному По обычному строительному уровню Вон, видите, на башне уровень крутится Обычный строительный уровень Мне кажется, должны были быть Какие-то, может, датчики Такой вот котлованчик получился вчера Немалый такой Сейчас будем через все это здание Протаскивать В бассейн Вален отсюда 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 все вот он подлетает уже ник крен оператор ask if somebody can call him for a job okay you want me to get on speaker i'll be right there with you can you call him i don't have a number but yeah left little bit more left нормально хорошо все или давай сейчас параллель сразу с домом вы еще сюда наносим вот и Вот так вот мы устанавливаем сейчас. Вот так мы с помощью дрона вместе... Коронавчаком установили бассейн. Ну что ж, вкинули мы чашечку. Все прошло хорошо. И, кстати, здесь будет такая детская зона с таким небольшим водопадом. Тоже ее решили с краном разгрузить, хотя она очень легкая. Но поскольку этот кран, его цена установить этот бассейн была 3000 долларов. Против того, что тот крановщик маленький берет 300 долларов. В 10 раз цена дороже. Также в этом бассейне предусмотрена такая бадом секшн, которая будет... С помощью которой можно будет выкачать практически всю воду с бассейна, если это надо будет. Вот это ставится уже на таких более коммерческих бассейнах. Ну, здесь и размер большой. Здесь будет два скиммера. Один и вот здесь вот второй. Вот, вроде бы он сел более-менее ровненько. Поэтому сейчас обсыпаем его и набираем. Ну, что, сегодня у нас такие продвижения. Мы начали паять. Пайки очень много, потому что босс попросил эту линию ретернов, этих форсунок сделать отдельно. Потом отдельно ретерн на вот этот водопадик. Два скиммера отдельной линии. Итого, сейчас у нас здесь 5. Но еще будет одна труба. 6. 6 труб. Приходится каждую подписывать, чтобы не запутаться. Вот бассейн стоит хорошо. Фух, ну мы сегодня просто были еще на другом заказе с утра. Поэтому чуть подустали. Да и материал заканчивается. Так что едем домой. Завтра приезжает застройщик, который будет делать весь этот двор и будет вывозить землю. И мы понаблюдаем, какая техника у него. Погнали отдыхать. Ну что, ребятки, шли сильные дожди. Поэтому пятницу, субботу и воскресенье мы провели не на работе. И сейчас отвернулись на заказ. Ребята, строители, которые будут строить внутри, там все выкатили наш экскаватор без разрешения. Мы застелили опять фанерой дорогу. Сейчас будем работать. Они там уже на своем тракторе что-то делают. Видите, какие у меня уже пальцы в конце дня. Дубовые. Короче, ребят, этот проект у нас с самым большим количеством труб. Двухончевой трубы идет только 6 линий. Потом 5 линий света, лампочек и 4 линии фонтанов по углам. Реально такая пачка. Если не подписывать, можно потеряться. Вот ребята начали уже ложить подпорную стенку. Кладут прямо на гранатсев. Никакого бетона, никаких фундаментов не льют. Вот, а в принципе, может оно так и надо. Не знаю. И кладут кирпичи на клей. То есть не на раствор, а просто такой клей в пистолет. Пару капель и погнал. Уже картина вырисовывается. Такой у них погрузчик. Он прикольный тем, что он на джойстиках. И ход, и поворот у него уже такого нового поколения уже. Тракторец. Друзья, ну а теперь минутка сострадания на нашем канале. Несмотря на то, что мы устанавливаем дом для очень богатого человека, к сожалению, его ребенку не во что одеться. И он бедный, бегает в трусах по двору. Из развлечений только лишь гора земли, которую я накопал ему экскаватором, и которой он безмерно рад. Ему приходится работать лопатой, закапывать и раскапывать ямки. Этому малышу очень тяжело. И поэтому, если кто-то из вас испытывает сострадание, давайте поможем ему. Давайте поставим лайк этому видео. И отметим в комментариях тяжелый труд этого парняги. Несмотря на то, что у него очень богатый отец, он очень близок к рабочему классу. Шутка. Так, друзья, ну что, вот мы вернулись после длительного отдыха. И вот такие уже изменения. Здесь построили стену подпорочную. построили такой фаерпит будет для огня место. Ну и сделали нам несколько поломочек. Во-первых, фонтаны наши погнули. А во-вторых, не знаю, все в камеру видно, как прогнули бассейн сильно. Сейчас будем раскапывать, ставить поперечину, пробовать выжимать его назад. Потому что они подъезжали близко, видать, бабки там своим. И выдавили нам стену. Нехорошо, нехорошо. Вот. Ну а так работку свою в принципе неплохо сделали. Аккуратно стеночки стоят. Так, друзья, ну что мы, расперли бассейн. Вроде бы он стал немножко ровнее. Залили фундамент под... Сейчас будем ставить вот эту лужу сюда. Вот. Сейчас будем тут раскапываться. Нужно немножко утопить. Вот. Так что заводим трактор и в бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, ребятки. Подводя итоги сегодняшнего дня, мы залили плиту под оборудование. здесь будет очень много всего стоять. Будет нагреватель, большой фильтр, помпа. А вот тут, я не знаю, если вы видите, хозяин с хозяйкой и с сыном пришли, сделали отпечатки. Это жена, это муж, рука сына, нога сына. Он моей шутки не понял. Я ему говорю, хочешь лицо свое запомнить, можешь окунуть в бетон тоже. Он так чуть-чуть может подобиделся. Но я по-доброму. В общем, дотянули все под инспекцию. Пришлось из-за того, что два скимора и два ретерна соединять через Т-шку. Вот, лампы все подсоединили уже. В смысле, довели. Ребята инскейперы докладывают там свои дренажные темы. Вот, и поставили эту ванну, лужу пластиковую. Уже обсыпали, все. Вот, поэтому завтра будет небольшой денек у нас. Растелим сетку, опалубку поставим и, в принципе, будет уже все. Ну что, друзья, наступил предпоследний день наших мучений на этом бассейне. Вот, подвезли уже плиточку тротуарную. Трубы нам привезли. И, ребята, застройщики все никак не уберут фанеру. Мне кажется, трава уже умрет скоро под ней. Смысл ее стелить, если ее не убирать. Посмотрите. Не, она вот видите, как пожелтела прямо аж. Ну, я думаю, что она вычухается, но все равно нехорошо. Мы-то убирали за собой каждый день. Все, последний день. Мы сейчас быстро ставим опалубку, стелим сетку и, в принципе, все. И так, ребятки, опалубку набили и, похоже, на канале появилось много новых людей, потому что вы пишете, почему сетка лежит на земле. Сетка на земле никогда не лежит. Просто, может, кадр так получается, что не видно. Мы бы просто даже инспекцию не прошли, если бы она на земле лежала. В общем, мы используем вот такие вот подставочки. Кладем их и сетка ложится ровно-ровно в эти вот ямочки. то есть присмотритесь, в предыдущих видео много писали, что сетка на земле лежит. Она всегда на вот таких палочках, просто подставочках. Просто эти подставочки сливаются с землей и, наверное, вам было не видно. Все делаем четко, четко, четенько. Ну что, ребятки, слепки высохли. Жена, муж и ребенок. Ладно, короче, что, мы засыпали уже траншейку. Такой огородик вспахали. Полностью постелили сетку. Проверяйте. Все стоит на подставочках. Может быть, искажает свет, но все четенько. Так, дальше. Что мы сделали? Заглушили все. Pressure test задавили. Вот, ребята здесь проложили такие French drain называется. Как это? Французские дренажные какие-то системы. Короче, обычная труба нам в щебне. Вот кусок еще на улице торчит. все. Вот здесь вот эту стену так доложат зигзагом таким. Здесь тоже будут какие-то строиться ступени, но мы под инспекцию пока сделали, а дальше посмотрим. Мы еще чуть сами не понимаем, как оно что будет. На этом уезжаем, на этом моменте бросаем все. Во-первых, будем ждать инспекцию, во-вторых, будем ждать, наверное, когда они положат стеночки. Ну что, ребятки, всех с Новым Годом. Сегодня 2 января и наша задача сегодня победить бассейн. Осталось залить бетон вокруг и сделать оборудование. Все спаять, склеить. Все стоит, как и было, как мы уезжали. Ничего здесь не изменилось за праздники. Все, сейчас давайте льем быстренько, клеим все и погнали домой допраздновать. в Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дети бегают, сейчас могут порвать А вот собачка наследила, повторила за хозяином Хозяин, но эти руки свои в бетон вставлял и собачка Дурной пример заразительный Все, вот здесь вот еще продолжится стенка Ну в общем, сейчас все грязно и некрасиво Но уверяю, что будет неплохо Обложится кирпичом там, там Так что все, ребятки Вот такой вот тяжелый проектик был Впервые было столько много труб Но мы все проверили, все хорошо Поэтому, а вы кстати проверьте Если у вас кнопка горит серым Подписаться Если горит красным Не годится, надо ее нажать Срочно, срочно Все, всем пока, удачи Субтитры сделал DimaTorzok